Меньше чем через два месяца вся страна сделает важный выбор. 18 марта россияне проголосуют за нового президента. Все совершеннолетние граждане смогут воспользоваться законным правом и прийти на избирательный участок. Но что делать, если проголосовать по месту регистрации не представляется возможным? Зачастую место регистрации и адрес фактического проживания разнятся. По закону каждый гражданин прикреплен к своему избирательному участку. Чтобы проголосовать в любом другом месте, необходимо позаботиться об этом заранее. Механизмы подачи соответствующего заявления в преддверии выборов упростили. Всего предусмотрено четыре способа подать такое заявление через участковую или территориальную избирательную комиссию, через многофункциональные центры или портал госуслуг. Сделать это можно с 31 января до 12 марта. При обращении в МФЦ у гражданина должен быть при себе только документ, удостоверяющий личность. Заявление подается либо по определенной форме, форму заявления вы получаете в МФЦ, заполнить ее можно собственноручно, либо вам поможет заполнить ее сотрудник МФЦ. Заявителю остается только проверить данные, которые внесут в это заявление. После подачи заявления на руки выдают отрывной талон, с которым в день голосования можно будет подойти на желаемый избирательный участок. Для удобства подать заявление можно в любой точке России. Учли власти и еще одну ситуацию, когда избиратель лишь накануне дня голосования узнает, в какой точке страны он будет. В период с 12 по 17 марта до 14.00 можно прийти на свой избирательный участок и подать специальное заявление. Стоит отметить, что дополнительных дней для предварительного голосования законом не предусмотрено. В случае, если по уважительным причинам гражданин не сможет проголосовать на территории участка, туда нужно будет позвонить до двух часов дня. Тогда избирательная комиссия приедет на дом.